Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! У нас сегодня канун Суккота. Канун Суккота, праздников просто вообще уже, уже прямо удивляются все мои неверестии знакомые. Говорят, сколько у вас праздников, сколько же можно праздновать вообще? То есть реально, но Всевышний так сделал, что у нас главные праздники, все вместе они идут, вот осень, да, Роша Шана, 10 дней раскаяния, потом Йом-Кипур, потом 5 дней от Йом-Кипура до Суккота, и потом первый день Суккота сегодня вечером наступает, 7 дней потом Холямаэт, Холямаэт полупраздничные дни, и потом Шмини Ацерет, и потом Симхат Тора, и все. Все, осенние праздники заканчиваются, и мы с вами вступаем в 5783 год. Прямо конкретно уже, чтобы было с Божьей помощью, значит, был этот год хороший, годом мира, годом благополучия, годом развития. И очень важно, конечно, главное, чтобы был мир, чтобы закончилась война, чтобы она не переросла ни в какую следующую стадию. Это прям самое сейчас главное, главная наша цель, чтобы наступил мир, быстрее наступил мир во всем мире. Просто целая такая, мир во всем мире, миру-мир, такой вот, миру-мир, да? Хорошо. Теперь, значит, сегодня почему-то не пришла книжка, не пришла книга сегодня, которая обычно приходила к нам в Хитас, и, значит, я это расцениваю как знак, как знак, что сегодня урок будет по теме, которая меня больше всего волнует. Значит, меня больше всего волнует в последнее время тема, которая вот буквально в последнюю неделю, она меня очень сильно так зацепила. Есть такой раввин Ехиэль Михаэль Тукачинский. Такой был раввин, он жил в, где-то в, умер он, я так думаю, в 1950-х годах, где-то там, 50-е, может быть, 60-е максимум год. Потом был его сын Нисим Тукачинский, он тоже умер. И, значит, мне раньше про него не слышал, хотя он был один из самых известных раввинов таких в... Знаете как, есть мир Торы, который вообще никто не знает. То есть этот мир Торы, он настолько закрытый и настолько он огороженный стеной от внешнего мира, что вот просто те люди, которые находятся вовне, они про это даже не слышали. Даже не слышали, не видели этих раввинов, хотя это самые-самые великие раввины. Они, знаете как, мне один сейчас был у меня знакомый, был в Умане, на Рошашана. Я говорю, ну кто туда приехал? Он говорит, в основном приехали молодые, которым, ну типа все равно, что через три страны надо добираться, там 25 тысяч человек было. В основном была молодежь, которая вообще без тормозов. И были те, которые даже не знали, что идет война. То есть вот этот вот представитель вот этого вот ультра-ортодоксального религиозного мира, их было немного, но они, у них нет интернета, они не слушают радио, они не впускают в свой мозг никакую информацию, кроме Торы. Представляете? И, значит, и мне попалась его книга, называется «Жизнь – это мост». «Жизнь – это мост». И эта книга очень прям, он до этого написал двухтомник «Законы похорон», «Законы скорбящих», «Законы кладбища», там все-все-все законы, связанные с переходом из этого мира в следующий. А эта третья часть книги, она называется «Жизнь – это мост», есть ее перевод на русский. И я прям куплю сейчас эту книгу, буду своим… Может быть, мы даже будем ее изучать, возможно, мы будем ее изучать, возможно, сделать какой-то дайджест просто по этой книге, такой summary, короткая. Значит, какая идея мне очень сильно понравилась? Значит, идея мне очень сильно понравилась, он говорит, у человека есть три рождения, три дня рождения. Первый день рождения – это когда душа соединяется, то есть как появляется человек в этом мире. Соединяется сперматозоид с яйцеклеткой, и появляется одна клеточка. Вот все мы когда-то были одной клеткой, представляете? И в эту одну клетку Всевышний он берет и присоединяет туда душу, заходит туда Нешама, как душа. Душа, которая была и до этого, то есть душа – это не то, что сотворилось с нуля. Душа – это… она жила в мире душ, и она заходит, соединяется вот с этой вот одной клеткой. И вместе эта система начинает развиваться в зародыш. Вот первый день рождения – это вот этот момент соединения души со сперматозоидом, с яйцеклеткой. Поэтому написано в трактате Ти Душин в Талмуде, что есть трое партнеров сотворения человека, три партнера – папа, мама и Бог. И каждый партнер, он вкладывает в человека что-то. Папа, мама вкладывают генетику, дают ему тело, дают ему цвет кожи, дают цвет глаз, дают какую-то систему, дают именно физиологическую основу, а Всевышний туда вкладывает какую-то особенную душу. То есть каждый из нас – это особенная душа, которая пришла в этот мир. Дальше. Дальше эта штука начинает развиваться, и она развивается в животе у матери 9 месяцев. Ровно от 7 до 9 месяцев длится процесс развития, когда одна клетка превращается в 7-9 месяцев младенец, который выходит из матери во внешний мир. Это рождение номер 2. Значит, первое рождение за рождение, оно от человека не зависит. Это полностью влияние внешних среды муж-па. Человек, он под влиянием Всевышний, Папа, Мама. Никак он на этот момент не мог повлиять. Ну, он еще не его не было. Дальше. Выход из этого мира, второе рождение – это тоже полностью зависит от внешних факторов. Папа, Мама, Всевышний, Эпоха, то есть человек попадает в какой-то мир – это его мозаль. Мозаль – это то, что судьба, то, что идет сверху. Да, мозаль – это то, что течет сверху. И это судьба, то есть один родился в одной стране, другой в другой стране, один у одних родителей, другой у других, один в одну эпоху, другой в другую эпоху. Это называется судьба, мозаль – второе рождение. И вот в 13 лет, в 13 лет, значит, в 13 лет примерно, да, с 10 уже до 13 человек становится подростком. И он с 10 до 13 лет, значит, он уже начинает выбирать и строить себя сам. То есть у него уже есть сила, он может уже себя обеспечивать, он может уже работать, он может уже как-то себя прокормить. То есть он уже не беспомощный и зависимый, а он уже человек, от которого зависит полностью на 100% его жизнь, его выбор и будет ли он вообще, выберет ли он действовать ради своей души, верить в Бога. Это все свобода выбора. То есть дальше человеком начинает управлять влияние, судьба – это то, что его душа пришла в этот мир, именно в этом теле. Его свобода выбора в каждый день его жизни, что он будет делать, будет он учиться, будет он тренироваться, будет он работать, будет он смотреть одно, смотреть другое. И третье – это выбор. Это выбор Всевышнего и выбор своей души, как главная составляющая своего «я». И третий выбор, если человек выбирает служить Богу, выполнять заповеди Всевышнего и совершенствовать свою душу, то у него есть от 13 лет до 70-90. Это, как видите, параллель 7-9 месяцев. 70-90 лет в среднем живет человек в этом мире. И, значит, он может все это время совершенствовать свою душу и вкладывать свою душу, и создавать себе… Каждая заповедь – это одежда для души. Каждая урок Торы – это одежда для души. Каждая молитва – это одежда для души. Создавать себе то тело, которое будет у него после его третьего рождения, настоящего рождения, которое уже зависело от него. То есть его третье рождение, переход из этого мира. Мы привыкли называть третье рождение смертью. Мы привыкли считать, что когда человек умирает, это все, нет человека. А по факту это третье рождение. И как если бы мы сказали этой яйцеклетке и сперматозоиду, этой одной клетке, что ты будешь, ты родишься, ты будешь человеком. Если бы он мог разговаривать, он сказал, вы что смеетесь, я одна клетка, какой человек. Если бы вы сказали зародышу, который сидит в животе у матери, он там приводит такой смешной диалог, что в животе у матери сидят два близнеца. И если бы они могли разговаривать, один другому говорит, ты знаешь, я верю, что мы отсюда выйдем из этого закрытого пространства, и там нас ждет очень интересная жизнь, мы станем большими, огромными, там есть целый мир, мы сможем летать по небу, мы сможем... Второму говорит, что ты несешь вообще, что ты не видишь, мы вот, вот мы где, вот. Видишь, мы в животе, мы плаваем, у нас есть еда, это жизнь, все, больше этого ничего нет. Я верю только в то, что я вижу. Тот ему говорит, я тебе, вот я чувствую, что там что-то есть. И мне, когда про это рассказали, я верю, что когда мы выйдем из живота, то будет у нас великолепная жизнь. А второй ему говорит, ты вообще веришь в какие-то фантазии, в сказки? Вот наша жизнь, мы плаваем, и больше, когда это заканчивается, мы исчезаем. И вот наступает момент рождения, значит, первый выходит верующий, он спешит выйти, он хочет попасть в мир своей веры, да, что большой мир, я вырос, то у меня будет много всего интересного. А второй кричит, ой, ты умираешь, ты исчезаешь, ой-ой-ой, какой ужас. И он не хочет второй выходить из живота. Первый вышел и кричит, первый крик ребенка, когда он выходит в этот мир, он кричит, а второй говорит, все, он погиб, это крик скорби, все, он умер. И, значит, там в животе от горя тоже умирает. Но это я добавил же в эту историю, там не написано, что он умер в животе, там написано, что он выходить не хотел, потому что он не верил, что там что-то есть. Вот так же это разница между людьми, которые называют себя атеисты, которые утверждают, что кроме того, что они видят, ничего нет. И когда все эти разговоры про душу, это все разговоры. И эти люди очень боятся умирать. Они очень боятся умирать, они очень боятся, как бы, они теряют все. Вся их жизнь, все их мысли, вся их работа, вся их, как бы, все только ради этого мира. Человек, который знает, что этот мир подготовка к настоящему рождению, и только эта подготовка зависит от человека, он, естественно, готовится. И тогда ему вот эти то, что мы называем праздники, это не праздники, это возможность приобрести невероятно мощные одежды для души. Суккот — это праздник, в который семь дней ты живешь в шалаше. И семь дней ты живешь в шалаше, и каждая минута нахождения в шалаше — это заповедь. У тебя есть заповедь — четыре вида растений, специальные там, четыре вида растений, которые вообще просто, как бы, в голову не входят. Я когда-то слышал смешную такую вещь, один Рава Мноненскак, он говорит, вот смотрите, евреи, вроде же умный народ, говорит, там, 25% нобелевских лауреатов, и очень народ такой, скептики. Теперь посмотрите, чем они занимаются перед Суккотом. Огромные-огромные рынки, и ходят все, я вчера ходил тоже, выбирал, и трог, это такой, как бы, лимон, который только не лимон, а он, и трог, похож на лимон, такое дерево Эц Адар, великолепное дерево. Значит, и трог, он должен быть идеально чистый, без пятнышек, без ничего. Самые дорогие троги, которые привозят из Италии, там, они стоят полторы тысячи шеделя, это где-то около 500 долларов, чтобы выполнить им заповедь. Простой трог можно купить за 10 долларов, например, да, хороший трог. Я купил один трог, я купил прям очень такой хороший, там, такой я купил за, ну, я купил не за 500 долларов, я купил за 60 долларов. Это тоже, я считаю, очень, очень, ну, это считается хороший трог. А второе купил, там, дети купили себе попроще, подешевле. Значит, и трог, теперь ветка такая, пальмовая ветка, прямая, потом дерево, которое называется Адас Мирта и Ива. И все это вместе нужно сложить в один специальную связку, очень есть законы специальные, и во время молитвы в Сокот специально этими растениями трусить. И говорит Рава Мнонескак, вот скажите, пожалуйста, можно ли было это придумать и договориться, чтобы евреи 3300 лет с дарования Торы, это делали каждый год, и это делают миллионы, миллионы это делают. Но как, он говорит, это только признак того, что эту заповедь получили и передают уже 3300 лет, потому что придумать это и объяснить человеку, давай вот, давай придумаем, свяжем эти четыре ветки, это нереально, это все с неба. Но опять же, что скажет стептик? Оттуда никто не возвращался. Кстати, кто-то написал красивый комментарий, что в животе, если два вот этих вот близнеца будут спорить, и тот, который доказывает, что кроме живота ничего нет, он этот же довод скажет второму, он скажет, слушай, оттуда в живот никто не возвращался. Откуда ты знаешь, что там что-то есть? Понятно, да, идея? Очень-очень четкий пример. В общем, есть три рождения, и все, что мы делаем в этом мире, мы можем или подготовиться к этому третьему рождению, и уже уйти в духовный мир, уйти в духовный мир, реализовав потенциал своей души, или душа, которая в этом мире не занималась реализацией своего потенциала, к концу жизни очень страшно и больно, потому что то, ради чего она жила, все разрушено, все осталось никуда, и, значит, и умирать очень страшно, очень страшно умирать, а приходишь туда, жил впустую, значит, идет все очень честно, идет наказание за то, что ты не реализовал потенциал своей души. Смотрите, сказать, что это наказание, я тоже вот, мы используем слово наказание, но мне намного ближе последствия. Вот возьмем человека, было два талантливых человека, одного звали, допустим, там, Олег, а второго звали Александр, почти одинаково, Александр, Олег, и они были оба талантливые, очень талантливые были два парня. Теперь у них, у обоих, был выбор, чем заниматься в 15 часов своего бодрствования. И Олег, он выбирал учиться и тренироваться, тренироваться, а Александр выбирал не учиться, не тренироваться, а отдыхать и развлекаться. Прошло время, им обоим стало уже по 30 лет, и Олег, который выбирал учиться, тренироваться, работать над собой, Олег, он стал, значит, женился, у него дети, у него хорошая работа, он хорошо зарабатывает, а Александр, который всю жизнь развлекался, 30 лет развелся, тоже есть дети, которые, ну, с ними проблемы, с бывшей женой проблемы, жениться не может, работы нет. Значит, вот им уже в 30 лет, у них разные последствия. Это не наказание. Было вот этому Александру, который выбирал развлекаться, это не было наказанием за развлечение. Было последствием, что он без семьи, без детей и без работы. Дальше, в 30 лет, Олег, он решил, что еще надо быть религиозным, и начал соблюдать заповеди, молиться. Значит, он взял на себя еще целый набор духовной работы, которая добавилась к его обычной работе, к его тренировкам. И он, этот Олег, с 30 лет до 70 лет, он работал, работал и работал. Он добавил к обычной работе, к работе над телом, добавил духовную работу. А Александр, он с 30 лет, он продолжал развлекаться. Он с 30 лет, тем более, он не занимался духовной работой. Он, значит, и годам к 50, так как ему такой образ жизни, он человеку дает внутреннюю, постоянную боль, что душа его требует, что он не реализовывает свой потенциал. У него есть внутренняя боль. Его интеллект говорит ему, что ты неудачник, вместе с его окружением. И Александр, чтобы убрать эту боль, начал пить. И вот он спился, стал бомжом. И вот им сейчас по 60 лет. Бомж Александр, которого был потенциал такой же, как у дедушки Олега, у которого пятеро детей в 60 лет. В 60 лет у него уже 20 внуков. Он уважаемый человек, его уважает семья, уважают дети, уважают внуки. И он с 60 лет, так как он с 30 лет занимался духовной работой, уделяя этому 10-15% своего времени. С 60 лет он начал заниматься духовной работой, уделяя этому 100% своего времени. И он к 80 годам святой такой старец, который сияет, который знает, что у него есть жизнь, он прожил, выполнив, реализовав весь свой потенциал, который был у него в жизни. Хорошая работа, хорошая семья, хорошие дети, хорошие внуки. И в духовном плане он туда приходит, святой человек, за него будет молиться перед смертью, когда он заболел, с 60 его внуков. Все люди, кому он сделал добро, все будут за него молиться. А Александр, который был такой же талантливый, но из-за своих выборов, он оказался в 50 или в 60 лет, он оказался бомжом, который спился и который умер в страданиях, и ни один человек не сказал за него поминальную молитву. Вот следствие жизни и следствие третьего рождения. Олег рождается третий раз, и он там имеет в себе, как говорится, когда человек умирает, то он идет в Ле-О-Ламо, он идет в свой мир, который себе построил. Вот человек умер, говорят, он пошел в свой мир. В какой свой мир? В тот мир, который он себе построил своей духовной работой. А другой человек, он умер, куда он пошел? Никуда. Он и здесь пошел в никуда, и там он оказался в никуда. И чтобы уравновесить этот потенциал, душа попадает в чистилище, и значит отправляется в следующий зародыш, чтобы дореализовать свой потенциал. Я помню, я когда-то спрашивал у Тирсана Люмжинов, такой человек, он миллиардер, ему было тогда лет 60, наверное, я спрашивал, почему он так активно работает, и мне сказали, что он построил каких-то 40 буддистских храмов, 30 церквей, мечети, я его спросил, что он в синагоге строил, он сказал, что он и синагогу построил в Элисте, что он и синагогу тоже построил. Я ему говорю, а зачем вы все это делаете? Он говорит, а я не хочу больше сюда возвращаться, я хочу реализовать весь свой потенциал в этом мире полностью, чтобы больше уже сюда не возвращаться. Но из-за того, что он не знал, как это сделать, потому что пророки, они говорили, интересно, что от Машера Бейну до последнего пророка Малахи было тысяча лет, то есть пророчество было от дарования Торы, 3333 года назад, была дарована Тора, был Машера Бейну, и тысячи лет было, очень много было пророков, то есть пророчество это была способность входить в духовный мир, и последний пророк это был пророк Малахи, значит потом уже пророчество проявлялось, но уже видит то, что называется руаха-кодыш, руаха-кодыш это святой дух, святой дух есть даже в наше время, но это уже не пророчество, то есть те, которые были пророками, они просто видели напрямую духовный мир, у них был какой-то орган взаимодействия с духовным миром. Так в наше время ищущие люди, они реально ищут связи с Богом, и они как бы идут на ощупь, они делают заповеди, они учат Тору, они читают святые писания, они ищут, 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 молятся и идут по сигналам, то есть нужно развить себе вот эту вот, вот эту чувствительность, как сказал царь Давид, что Ашем цельха, Бог это как тень от моей правой руки, то есть ты действуешь, и когда ты выполняешь то, что сказал его сын царь Саламон, Если ты действительно ищешь вот этой близости с Богом, связи с Богом, молишься и просишь Всевышнего, покажи мне, где правильно, а по ходу, то что я советую, делать все, что можно делать, и в жизни, и в духовной работе, и в бизнесе, и во всем, то есть не надо теоретизировать, делать теории, а не получится, а не получится, чаще всего это лень говорит, а не получится, попробуй, протестируй, попробуй, сделай это, сделай то, и дальше чувствуй сигналы, чувствуй сигналы, наблюдай, будь чувствительным, когда ты вырабатываешь в себе вот это сильное стремление к духовности, к Богу, к совершенствованию своей души, когда ты это сильно, прям сильно хочешь, как царь Саламон говорил, если ты будешь стремиться к Богу, как ты стремишься к деньгам, если ты будешь требовать, как бы искать вот этой близости, как люди ищут сокровища, аз, он говорит, прям дает обещание, тогда поймешь ты трепет перед Богом, и познание Всевышнего ты найдешь, поэтому всем желаю сейчас хорошего праздника, чтобы был вам всем, значит, Хак Самех, Сукот, это праздник, действительно, время Симхатейну, время нашей радости, Сукот, главная заповедь тоже эти 7 дней, конкретно радоваться, Шалаш символизирует, что ничего не нужно для радости, кроме выбора быть счастливым, шалаш это такой символ, да, реальный крутой символ того, что, помните, говорили, с любимым рай в шалаше, так если человек с Богом внутри, в душе, то ему рай будет даже в шалаше, ему вот конкретно для радости, для ощущения связи со Всевышним, не нужны там стены, дворцы, наоборот, это даже мешает, природа, шалаш и желание, понимание того, что то, что мы живы, то, что можем шевелить руками, дышать, кушать, пить воду, это уже чудо, просто нужно это чудо увидеть, мы привыкли к нему, мы просто перестали замечать те чудеса, в которых мы живем, и просто 7 дней посвятить радость, Всевышнему, понимая, что, да, сейчас многим очень тяжело, но если мы посмотрим на это тяжело, уберем вот все-все-все, уберем ожидания тяжело, воспоминания тяжело, представления о том, что тяжело, а просто сравним то, как есть нам сейчас, и сходим в, знаете, есть такие места, где уже люди безнадежные и больные, вот просто сходите посмотреть, у меня, например, в данный момент из моих знакомых, я знаю, там умирает несколько человек молодыми от плохих болезней, страшная, страшная судьба, страшная жизнь, и ты тогда не надо сравнивать, мне тяжело, потому что я хотел бы, чтобы мне было легко, ты сравни, как тебе сейчас, относительно тех, кто сейчас, не дай Бог, умирает, и Всевышний каждому из нас дал возможность для радости, 7 дней мы радуемся, и эта радость, она поднимает, очень сильно поднимает душу, и чем сложнее тебе выполнять заповеди, тем больше за них награды, это как тренажер такой, очень сильный в спортзале, и сильным спортсменам дают более сильные испытания, поэтому если уже у кого-то действительно есть сильный час испытания, то значит Всевышний вам дал огромные силы, потенциал вашей души, он огромный, и Всевышний знает точно, что вот вы сейчас, он вам на небе готовит огромную-огромную награду, вот все, я желаю всем, чтобы Всевышний, все равно мы хотели бы, чтобы в этом мире тоже было хорошо, поэтому, чтобы Всевышний выполнил все ваши пожелания для вашего добра, и хак самая, всем удачи, успехов, хорошего праздника!